Вячеслав и Мария уехали из Барнаула в Москву сразу после вуза. Прожили там 10 лет. У них было все. Сын, карьера, квартира в Подмосковье. Однажды супруги осознали, всю жизнь мечтали о другом. О доме на земле, большой семье, спокойной и размеренной жизни. Приехали сначала в Барнаул, еще год прожили в Барнауле, позанимались тоже там работой. И тоже поняли, что мы в принципе приехали в такую же Москву, только чуть-чуть поменьше. С тем же ритмом жизни, с теми же пробками, с теми же социальными какими-то проблемами. Стали просто смотреть, куда мы поедем дальше. И наш выбор остановился на Солонешинском районе. Так исполнилось первое желание Мерлушкиных – домик в деревне. Совсем скоро осуществилась и еще одна мечта. Вячеслав и Мария удочерили пятилетнюю Иру из Заринского детского дома. А потом выяснилось, что у девочки есть два брата и сестра. Мерлушкины забрали и их. Затем еще удочерили пятнадцатилетнюю сиротую из Зиду. Теперь у них шестеро детей. Где-то в мечтах носили идею о том, что можно взять детей из детского дома. У нас есть большой дом, в котором пять комнат. Почему мы себе сейчас-то можем это уже позволить? Вячеслав и Мария в прошлом году купили избушку в соседнем селе. Решили организовать в ней музей в гостях у бабушки. Экспонаты собирали по всему району. Некоторым из них более 150 лет. Дом-музей расположен по дороге в знаменитую Денисову пещеру. Мы этот дом-музей назвали недаром в гостях у бабушки. И на наших знакомых проверено было, что вот они ходили иногда такие, ой, ну все тут просто, все. Потом, да это же как у бабушки у моей было. А я свой дом бабушкин забросил. Он у меня пропадает, а может быть там еще что-то есть. Начинают вспоминать вот эти вот ценности. Здесь, в Солонешнам, Вячеслав и Мария стали собирать старинные песни. К лету Мерлушкины разрабатывают программу для посетителей музея. Туристов научат печь хлеб по народным рецептам, плести обереги, шить традиционные костюмы. Вячеслав и Мария говорят, все, о чем мечтали, исполнилось в Солонешнам. Просто не жизнь, а сказка. Ольга Деянова, Антон Червяков. Новости.